Получение Святаго Протерея Иоанна Кронштадтского Что значит идти за Иисусом Христом, отвергнуться себя и взять крест свой? Евангелие от Марка 8.34 Кто хочет идти за Мною, да отвергнется себя и возьмет крест свой и идет за Мною. Господь никого не принуждает идти за Ним. Но оставляет на добрую волю каждого следовать или не следовать за Ним. Для Неволи же, для правды и святыни, для вечного с Ним соцарствия, или для себя, для плоти и для угождения своим страстям, миру прелюбодейному и грешному, и дьяволу, и для вечной муки. Господь оставляет нашу свободную волю неприкосновенную, ибо хочет, чтобы мы добровольно по убеждению сердца любили Его, исполняли заповеди Его и отвращались нелепых, пагубных страстей, а не как рабы по принуждению и подневольных. Но как не следовать за Тобою, слайчайший Иисусе, вечный живот наш, дыхание наше, свет наше, радости и блаженства наше? Кто последует за Тобой невозвратно, тот и здесь предвкушает блаженство небесное и непременно наследует вечное блаженство с Тобою. Это истина непреложная, всерадостная, бросающаяся, так сказать, в глаза всякому своей очевидностью. Так за Христом последовали с радостью апостолы, мученьки, преподобные и все святые древних и новых времен, охотно пожертвовали для Господа всеми благами мира, самую жизнью своей и не погрешили в своем уповании, не облюнулись в своей надежде, наследовали непоколебимое вечное царство. Отчего же большая часть людей не следует за Иисусом Христом? По неверию или маловерию, по пристрастию ко временной жизни и ее скоро приходящим благам, по гордости и кечению образования мирского, непросвещаемого благодатью, по нечистоте страстного сердца и по утвердившейся наклонности воли к преследованию только земных целей, по духовному невежеству, по неразвитию вкуса к духовным благам, которые требуют подготовки, упражнения мысли и сердца предметов духовных, как то в молитве, богомыслии, чтении Слова Божия и в делах любви и милосердия христианского, и обучении плоти воздержанию. Отвергни себя, говорит Господь, и возьми крест твой и следуй за мною. Отвергни себя, это значит, отвергни своей грешной воле, своих порочных наклонностей, попозновений, страстей, слон всякого греха в тебе живущего, действующего, вяжущего тебя, омрачающего, оскверняющего, унижающего и бесчищущего тебя, препятствующего тебе идти за Христом на небо, стремиться к истинному покаянию, к чистой добродетели и совершенству христианскому, и делающего тебя рабом тления смерти, извращающего твою правду, созданную по Боге в правде и святости, уготовляющего тебе вечную разлуку с Богом и вечную муку. Да, братья и сестры, отвергнуться себя нужно непременно, если мы беспристрастно, по чистой совести, вникнем себя в нашу совесть, в наше сердце, в наши дела, в наше безделие и во всю суетную жизнь нашу. Мы сейчас найдем, что мы большую частью мыслим и желаем, и говорим и делаем не то, что существенно нам необходимо, не по намерению воли нашего Всеблагого, Премудрого Творца и Господа, а противного Его намерениям, по своей превратной порочной воле. Вникните тщательно в свое сердце. Сколько страстей в одном сердце, сколько источников смерти. Каждая страсть – источник смерти, ибо каждая может убить человека навеки, если он не раскается и не переменится, не бросит ее. Итак, человек, отвергнись себя, возьми крест твой и следуй за Христом, то есть исполняй святые заповеди Евангелия, и подражай во всем Иисусу Христу. И воины на войне следуют твердо указаниям полководца, чтобы одержать победу, и побеждаю. Победишь и ты, если будешь следовать за своим всемогущим вождем Христом. Ибо кто хочет душу свою сберечь, говорит Господь, тот потеряет ее. Евангелие от Марка 8, 35 Что значит беречь душу свою? Значит не трогать страстей души, оставлять их в покое, давать им жить и крестить, и владеть нашим умом и нашим сердцем, и нашей волей, словом, душой и телом, жить нераскаянно, не помышляя о смерти, о суде вечном. Беречь себя таким образом, значит вечно губить душу свою, терять ее. Мы крайне пристрастны к жизни плотской, мы жили с грехами, привыкли к ним, и боимся объявить им решительную войну, разорвать с ними союз. Мы принимаем против них только полумеры, как бы бережем себя с ними, потому что они сделались нашими, как бы природными удами, и потому всегда остаемся с ними, и они в нас укореняются больше и больше. Борьба с ними делается труднее и упорнее, мы часто теряем себя для Бога, и делаемся каждодневно добычу и стяжанием врага. Слова Господа! Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, исполняются над нами всякий день. Мы ежедневно продаемся врагу нашему всеми родами грехов, нас живущих и действующих. Ежедневно умираем духовно. И, ой, если бы ежедневно восставали, оживали для Бога через слезное покаяние! Ведь грехи наши разлучают нас временно от Господа! Исайя 59, 2 Они могут разлучить нас и навеки бесконечно, если не обратимся и не раскаемся от всего сердца. Но посмотрите на примеры многих грешников, сделавшихся святыми. Петра, Мытаря, Марии Египетской, Евдокии и других. Посмотрите вообще на примеры святых, как они решительно и бесповоротно вступали в борьбу с грехом, со страстями, с дьяволом, как искренно возлюбили Бога и правду Его. И, отрекшись от плотской жизни, для Христа Евангелия сберегли души свои навеки бесконечные. А чего же нет у нас решительной борьбы с грехом? Мы о чем любим жизнь привременную, боимся огорчать плоть, боимся искушений сильных, крайне любим мир и его благо, забывая неизбежность смерти и перехода в новую жизнь. Рассчитываем жить долгие годы в неприменяемом благополучии, в погоне за удовольствиями чувственными, забываем божественное благородство своей души, предназначение ее к бессмертию и вечному блаженству. Забываем, что она бесконечно дороже целого мира со всеми его сокровищами, которые как тень пройдут. Обличая такое безумное поведение, наше Господь говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. Есть еще причина, почему мы решительно не оставляем своего грешного образа жизни, остаемся рабами мира, его привычек, обычаев и всего склада светской, сует на жизни. Потому что многие из нас тайно стыдятся своей веры, стыдятся исповедовать Господа, жить по Его заповодям, по Его Евангелию, следовать за Ним, чтобы не потерять уважение в свете, почета в мире, прелюбодейном и грешном. И вот, они позволяют себе увлекаться потоком мирской, грешной, суетной, часто при глупой и вредной жизни. Они и сознают, что безрассудство во вреде себе безрассудно, во вреде себе проводят время столь драгоценное, знают и высшую цель жизни человека на земле, знают и о жертве искупления, принесенной за них на кресте. Но сложившийся образ жизни, понятие света, своеобразные превратные взгляды товарищей на жизнь, на веру, на церковь не позволяют им сойти из того распутия, на котором они себя поставили и не дают им опомниться и прийти в себя, размыслить о своей судьбе. Они жалкие рабы своей среды, рабы мира греховного возле лежащего. Но если хочет христианин идти за Христом и войти в славу Его, то ты должен непременно следовать за Ним, исполнять Его заповеди, смиряться, молиться, любить Его, страдать и терпеть. Терпением вашим спасайте души ваши. Лука 21, 19 Ужасное возмездие ожидает неверный христиан за то, что они отвергли великое попечение о себе Божие и жертву Господа Иисуса Христа, принесенную из-за них на кресте. Они стыдились Его, Его Евангелие, жизни по Евангелию постыдиться, и Он их, когда придет судить мир, во славе Отца Своего. Не признает их своими и навеки отринет их от лица Своего. То постыдится Меня, говорит Господь, вроде и всем прелюбодейным и грешным. И Сын Человеческий постыдится Его, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Ужасная участь. Итак, пока имеем время, отвернем страсти и похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Не убоимся креста, вводящего в вечную славу. И невозвратно последуем за Христом, куда бы Он не повелел. Ибо где Он, там и слуга Его будет. Иоанн 12, 26. Аминь.